Приветствую вас. Я думаю, что хорошим ответом на ваш вопрос будет то, чтобы вы дали своему сыну, с одной стороны, определенную свободу, с одной стороны. А с другой стороны все-таки не забывали ему напоминать, что отец, он как бы один, а что другого отца не будет. Вот. Можно понять вашего сына, что ему неприятно, ему больно возможно, ему вообще как бы тяжело дается вся эта история, вся эта ситуация. Вот. Но это не означает, это не отменяет с того факта, что отец есть отец, какой бы ни был. И вот, наверное, об этом вам напомнить сыну стоит. И говорить об этом стоит, я порекомендовал вам почаще. То есть, почаще напоминает сыну о том, что папа это папа, и что его отношение отца с вами, это не то же самое, что отношение с ним. Ребенок, в силу того, что он ребенок, он может быть не способен разграничивать данные, данные аспекты. Не потому, что он, там, глупый, или что-то еще, а просто потому, что он, у него нет, возможно, такого опыта, опыта, разграничения. И вот тут, конечно, весьма и весьма полезна будет ваша поддержка, ваша реакция, адекватная реакция, конечно. И напоминание о том, что папа это, в первую очередь, папа, и уже, во вторую очередь, это, там, ну, кто-то другой, да, то есть, во вторую очередь, это уже ваш муж, там, вот, и так далее. Вот, 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 в этом плане, вы напомните своему ребенку, в принципе, вполне, вполне можете. То есть, это даже, будет хорошо, если вы напомните ему, что это напомните своему ребенку, что, допустим, что бы ни случилось, да, что папа его любит. И, да, может быть, у вас есть проблема, может быть, вы развелись, но это не означает, что он перестал любить ребенка. Вот, просто, сын думает, что если у папы есть другая женщина, то, соответственно, он и его не любит. Ну, как, по-тротски, да, склон, склонно все максимализировать. Вот, вот, этот момент нужно ему до него донести. Совсем идеально было бы, если бы вы и своему бывшему мужу сказали об этом. То есть, не обвиняли бы его, да, вот, не обвиняли в том, что, а, типа, там, не скрываешь, да, уже там, от ребенка даже не скрываешь, что, там, на сайтах знакомств сидишь. Вот этого делать не надо. Конечно, конечно. Вот. А просто донести до, собственно, мужчины, что его сын знает о том, что папа делает, и в силу возраста относится к этому чересчур негативно. Я думаю, может, что, если вы скажете, если вы скажете, ну, например, да, ему, что, вот, ты знаешь, вот, наш сын, да, там, видел, видел, как, ну, видел, что ты на сайтах знакомств был, вот, он это видел, соответственно, отреагировал негативно, вот. Ты, может быть, поговоришь с ним, скажешь, как бы, ну, что сайтах знакомств – это одно, да, что женщина – это одно, а, соответственно, он – это другое, да. Он, возможно, думает, что ты его не любишь, что, вот. То есть здесь нужно именно родитель, родительский аспект включить, да, то есть именно напомнить тому, чтобы родителям, чтобы ребенок не мешал, не мешал отношения между мужчиной и женщиной, да, вот, и отношения между родителями и детьми, вот. Потому что эти две вещи смешивать крайне-крайне не рекомендуется, не рекомендуется. Ну, то есть, в этом нет ничего хорошего, да, и быть не быть не может абсолютно ничего хорошего. Вот, надеюсь, что мою мысль вы поняли. Вот, в остальном, в остальном, вмешиваться в отношении отца и сына не стоит. В остальном, как бы, не надо, потому что ваш ребенок, он уже достаточно взрослый, он уже достаточно развитый, чтобы понимать какие-то вещи, чтобы отдавать себе отчет в каких-то вещах. Вот, и, соответственно, не нужно еще больше подрывать его самостоятельность. Вот. С другой стороны, с другой стороны, очень важно, какой вы родитель по существу, да. То есть, если, предположим, вы родитель строгий, допустим, если вы строгий родитель, и если ваш ребенок привык к тому, что вы проявляете себя строго, то, возможно, вам здесь стоит как-то себя и проявить. Вот. Если вы родители демократичны, то есть, нацелены на то, чтобы, ну, чтобы ребенок сам, там, принимал решение, вот, то свои позиции меня менять не стоит. Вот. То есть, не выходите за рамки своей, по своей привычной позиции, чтобы сын не пугался. Вот. Потому что демократичны должны помыть, тогда, наверное, для него очень важно, чтобы вы сохраняли стабильность своего поведения и стабильность своего восприятия. Вот. Такая вот история. То есть, так вот можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Ну, и было бы совсем неплохо, если бы у вас появился мужчина тоже. Вот. Тогда бы ваш сын увидел бы, что нет ничего абсолютно, значит, необычного, странного в том, что у его отца, там, есть другая женщина, допустим, да, с которой он прям одеет. Если он увидит, что у вас, то тоже появился мужчина. Ну, вот. А мне также показалось, что, знаете, мне показалось, что вы склонны своего мужа обвинять. То есть, вы склонны относиться к нему негативно. Вот. Возможно, ребенок это чувствует. Вот. И, как бы, подсознательно он, скажем так, ну, как бы это так выразить, подсознательно он продолжает вашу модель поведения по отношению к мужу. Вот. Вот. Если вы действительно его обвиняете про себя, допустим. Если вы действительно его обвиняете про себя. Или если вы, ну, если вы обидены на него, там, что-то такое, то лучше будет, опять же, для вас, если вы от этих обид избавитесь. Вот. То есть, общение с психологом у вас было. Вот. Но мне лично кажется несколько странным, что психологи вот так вот от проагировали, да, так от проагировали, что, типа, он ребенок. Вот. Ну, то есть, как бы, да, он может быть ребенок, может быть ваш муж ребенок, но... В отношениях нужно брать и личную ответственность тоже. То есть, тут просто взяли вашего мужа, выставили каким-то, ну, вообще, злом. Так не бывает. Вы тоже несете, а вы тоже не ответственны за то, что происходило. Вы либо ответственны за то, что своего мужа выбрали, и что вы приняли его таким изначально и надеялись на то, что, возможно, он поменяется. Либо вы ответственны за то, что он назвал себя так вести. Вот. То есть, конечно, понятно, что с его стороны есть ответственность, но и с вашей стороны ответственность тоже. И я вам это говорю не для того, чтобы вы стали вместе, я вам это говорю скорее для того, чтобы вы не считали его одного ответственным за то, что произошло. То есть мне бы хотелось, чтобы вы оба понимали свою ответственность. И если, допустим, ваш муж её не признаёт, то это не особо важно, потому что главное, чтобы признавали вы. Хотя бы потому, что у вас ребёнок, ну то есть ребёнок с вами, вот. Кстати, это тоже такой очень, достаточно интересный аспект, почему ребёнок с вами, а не с отцом, да, почему он выбрал именно ваш, тем более съёмную квартиру, тем более. Вот. То есть это, мне кажется, вот такие важные моменты, на которые вам нужно забрать своё внимание. Потому что если у вас есть обиды, если у вас негатив есть по отношению к мужу, ребёнок это будет так или иначе чувствовать, ребёнок будет так или иначе ощущать, вот. И переносить на отца, вот. Так что, я не думаю, если честно, я не думаю, что здесь может быть что-то, ну, что-то хорошее для вас, опять-таки. Вот. Так что, вот, так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их уличку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.